Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестирующий больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 49 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Сегодня будет короткий выпуск по ключевым событиям на валютном рынке. У дальнейшего укрепления рубля появился дополнительный потенциал. Однако сейчас этот потенциал остается нереализованным и тому есть свои причины. Причин несколько. И по ним я пробегусь быстро. Одним из вопросов, на которые я сегодня отвечу, будет, почему курс доллара так неохотно снижался при ценах на нефть выше 80 долларов за бочку Brent. Узнаете, чего испугался рубль при такой вот высокой нефти. Ну и главный вопрос. Есть ли шанс на укрепление рубля в район 70 рублей за доллар или даже ниже? Стоит ли ждать доллар по 71 или 70 рублей или пора покупать? Будет обоснование и аргументация. Начинаю. Смотрим график курса доллара. На графике видно небольшое укрепление. Обращаю ваше внимание на то, что у меня не было армагеддонских прогнозов на сентябрь. И по факту примерно так и произошло. Такая динамика по курсу доллара оказалась возможной вследствие действий различных курсообразующих факторов. Некоторые из которых оказывали существенное негативное влияние. И это интересно. Сначала посмотрим влияние нефти. На экране график нефти Brent. На графике видно, что рост цены бочки был сильным. Был побит очередной пандемический рекорд. Цена некоторое время продержалась даже выше 80 долларов. Это много. Нефть росла в основном на краткосрочных факторах, на снижении запасов, на ураганах и так далее. При этом курс доллара так и не обновил минимумов. Доллар так и не смог вплотную приблизиться к 72 рублям. Хотя и известно, что нефть это основной фундаментальный курсообразующий фактор. То есть ожидать движения курса доллара ниже 72 при нефти выше 80 долларов было бы вполне оправданным. Однако этого не случилось. Почему? Отвечаю. Во-первых, участники валютных торгов, видимо, понимали, что резкий рост цен на нефть носит локальный и краткосрочный характер. Во-вторых, этот период времени совпал с периодом ухода от риска в глобальном смысле. Активы и валют развивающихся стран были явно не в приоритете у покупателей в тот момент. И сейчас это, кстати, пока продолжается. Кроме того, известно, что возобновились геополитические санкционные риски в России. Пока страшного мало, но сам факт возобновления разговоров об этом способен остановить нерезидентов от дальнейших покупок российских активов и российского госдолга. Поэтому смотрим индекс RGBI. Это индекс российского госдолга. И действительно, со стороны этого индекса, точнее со стороны нерезидентов, нет никакого заметного спроса на ОФЗ. А значит и нет поддержки для рубля. Даже наоборот, присутствует незначительное давление. По графику видно, что потенциал по возврату нерезидентов существенный. И если он начнет реализовываться, то рубль окрепнет. Особенно, если цены на нефть останутся высокими. Однако, возврат нерезидентов зависит от множества факторов, важнейшими из которых являются страновые и санкционные риски, о которых я уже сегодня сказал. Они возобновились. Даже несмотря на то, что выборы уже прошли. Так вот, здесь, тем не менее, влияние на курс доллара было незначительным. Продолжая, смотрим индекс доллара. Этот индекс характеризует силу доллара относительно основных ключевых мировых валют. Очевидно, что доллар перешел к укреплению. И совершенно неудивительно, что это отразилось и на рубле. Но почему доллар начал расти и чего так испугался рубль? Рассказываю. Доллар перешел к росту на фоне усилившихся опасений по поводу дефолта в США. И из-за роста доходности десятилетних облигаций правительства США. Ну, про возможный дефолт США я здесь говорить не буду, чтобы не повторяться, так как совсем недавно сделал об этом видео. Обложка сейчас на экране. Можете его посмотреть, это видео. Там все сказано. А вот рост доходности десятилетних облигаций правительства США действительно повлиял на силу доллара в глобальном смысле и даже вызвал заметную коррекцию на фондовом рынке. Традиционные инвесторы обращают пристальное внимание на доходность десятилетних облигаций, так как она служит ориентиром для других ставок по займам, например, по ипотечным кредитам. И когда инвесторы видят, что доходность на фондовом рынке становится ниже, а доходность по десятилетним облигациям растет, то в такие моменты происходит отток денег из акций. Сейчас доходность облигаций выросла выше 1,5%, что и стало одним из факторов распродажи акций и усиления доллара. Итак, что получается? Получается, что даже при угрозе энергетического кризиса на планете доллар пока не торопится снижаться в рублях. Однако, если проблемы с высокими ценами на энергоносители сохранятся, то и рубль вполне может окрепнуть, будучи основным выгодоприобретателем от создавшейся ситуации с ценами на энергоносители. Но для устойчивого и заметного укрепления российской валюты нужно некоторое время и спокойный геополитический и санкционный фонд. В общем, именно на фоне зарождающегося энергетического кризиса рубль получил дополнительный потенциал к укреплению. Однако, ситуация в США с угрозой дефолта, с инфляцией и с ростом доходности гособлигаций пока не позволяют этому потенциалу реализоваться. Поэтому вероятность похода курса доллара в сторону 70 рублей остается, но внешние факторы продолжают мешать. И многое будет зависеть от будущей риторики ФРС США, а она будет меняться со временем. Если риторика Федрезерва ужесточится, то доллар продолжит рост, как в глобальном, так и в российском смысле. А если еще и фондовый рынок начнет заваливаться уже серьезно, то рубль крепче от этого не станет однозначным. И, естественно, нужно будет смотреть на нефть. Но, как мы уже видели, одна высокая нефть рубль уже не вывозит. Этого недостаточно. Но такие дела. Так что, если вам нужны доллары сейчас, то, конечно же, покупайте. Факторов на рост рубля много, но и рисков сейчас хватает. Выгадывать смысла не вижу. Курс доллара сейчас явно не самый плохой. Ну, а на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита и до пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует.